Добрый вечер! С вами Универ Ньюз и я, Дарья Курмышкина. Сегодня выпуски. В Казанском университете прошел семинар организации Кокрэйн. Ректор Дунайского университета Кремса в КФУ. Отставка президента Казахстана Норсултаном Назарбаевым. Ректора КФУ Ильшата Гафурова избрали действительным членом Российской академии образования. Решение было принято большинством голосов на ежегодном общем собрании членов РАО 27 февраля. Диплом, подтверждающий научные звания, был вручен президентом Российской академии образования Юрием Зинченко 20 марта в Москве. К другим новостям. Традиционно в стенах научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета прошла ежегодная встреча с представителями глобальной независимой сети исследователей Кокрэйн. Подробнее о нем в нашем следующем сюжете. 21 марта в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета при совместной организации и участии Кокрэйн-Россия, Кокрэйн-Австрия и Кокрэйн-Нордик прошла однодневная школа-семинар «Кокрэйнские систематические обзоры в цифровую эру. Критическая оценка исследований и роль программного обеспечения Кокрэйн». «Мы проводим четвертый в истории в Казанском федеральном университете Кокрэйновский обучающий рабочий семинар для всех заинтересованных участников в России и русскоязычном пространстве. Мы проводим силами Кокрэйн-Россия, Кокрэйн-Нордик, Северный Кокрэйновский центр наш основной, и Кокрэйн-Австрия». «Кокрэйн» — это глобальная независимая сеть исследователей, направленная на тех, кого интересует исследование исходных данных высокого качества для принятия решений в здравоохранении. «Становится понятно именно механизм работы Кокрэйновских обзоров, как набирается статистический выбор, каким образом устанавливается достоверность тех или иных корреляционных взаимосвязей между различными явлениями и факторами, влияющими на действие лекарственных препаратов, либо образа жизни, либо применение каких-либо пищевых элементов, пищевых добавок, или вообще компонентов питания человека». Данная организация с каждым днем расширяется и привлекает в свои круги все больше участников для разработки достоверной и доступной медицинской информации. «Нам очень приятно, что у нас участники реально заинтересованы. Приехали из разных городов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Уфы. Приехали из Казахстана, из Узбекистана, из Кыргызстана. И мы верим в то, что наша деятельность, как Краин-Россия, принесет очень много пользы для информированных решений в области формирования каких-либо инструментов в политике здравоохранения». Сейчас в СМИ публикуются информации о распространении заболеваний туберкулезом в Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета. Потрежден лишь один случай заболевания студентки инженерно-экономического кольжа при Набережно-Челнинском институте. В учебных заведениях проведена необходимость обработки и профилактические работы среди сотрудников. На данный момент им и студентам ничего не угрожает. А теперь к другим новостям. Ректор одного из крупнейших австрийских университетов посетил КФУ. Иностранного гостя заинтересовало педагогическое образование в Казанском университете. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Ректор Дунайского университета Кремса Фридрих Фолхаммер посетил Институт психологии образования Казанского федерального университета. Дунайский университет Кремса – крупнейший в УС Австрии, специализирующийся на пост в высшем образовании. Университет предлагает более 150 курсов в отраслях экономики, бизнеса, информационных технологий, медицины, права педагогики и культуры. Гостя встречал проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Визит состоялся по случаю совместной работы с российским центром Кокрейн, базирующимся в КФУ. В рамках визита гость посетил различные научно-образовательные центры и лаборатории Института психологии образования Казанского федерального университета. Благодаря визиту и семинару организации Кокрейн, университеты уже нашли две точки соприкосновения – образование и медицины. Артем Топичкин, Ленар Довлетяров, Универньюс. Елабужский институт КФУ привлекает абитуриентов не только из школ, но и выпускников учебных заведений среднего профессионального образования. Для этого они приглашаются в ВУЗ для ознакомления. Подробнее мы расскажем в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета провели День выпускника среднего профессионального образования. В этот день студентов знакомят с ВУЗом. В этом году знакомство началось с факультета психологии и педагогики. Сотрудники института рассказали им о направлении подготовки в факультетах и реализуемых проектах. Студенты посетили лаборатории и познакомились с преподавателями. С прошлого года у нас новый формат. Мы завели такую традицию. Мы встречаемся с выпускниками колледжей. И этот день у нас называется День выпускников СКО. Приглашаем сюда, соответственно, только старшекурсников. И для того, чтобы у них была возможность получить еще больше информации о тех направлениях, которые у нас есть. Далее студенты отправились в главный корпус института. Там они посетили научный читальный зал музея книги и стали участниками мастер-класса по подготовке к вступительным экзаменам. Очень много нового всего мы увидели. Я увидела, что вы идете вперед, то есть в ногу с миром, скажем так. Очень много нового. То есть то, что мы не используем в нашем учреждении дошкольном, где я учусь, здесь у вас это применяется. Это действительно много нового и интересного. Так что я думаю, я сюда вообще поступать буду. Мероприятие для выпускников среднего профильного образования проводится ежегодно. Артем Тупичкин, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Ильшат Ахмадеев, Универ Ньюз. Напомним, что 19 марта Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации и объявил об отказе от полномочий президента. Видение наших ученых и экспертов по данной ситуации мы покажем в следующем сюжете. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий главы государства с 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сообщил, что останется председателем Совета Безопасности Республики, важнейшего института страны и лидером правящей партии Нур-Отан. Вот эту ситуацию, мне кажется, можно охарактеризовать на такой формулы «Уйти, чтобы остаться». То есть, с одной стороны, вроде бы пост президента покинут, с другой стороны, сегодня существуют формальные и неформальные механизмы, которые пока позволяют бывшему уже президенту контролировать политический процесс. Ну, я думаю, что и фигура преемника, она выбиралась очень тщательно. Полномочия главы государства до следующих выборов принял на себя спикер Сената Касым Жумарт-Такаев. В ходе инаугурации он торжественно поклялся строго следовать Конституции, законам республики, гарантировать права и свободы граждан. Фигура нового президента, человека, который в свое время занимал должности даже в Организации Умененных Наций и который является профессиональным дипломатом с очень большим опытом общения с зарубежными странами, трудно сказать, может быть, Казахстан будет в большей степени ориентироваться не на Россию, а на Европу и Соединенные Штаты. Председателем Верхней Палаты Парламента Республики избрана Дарига Назарбаева, бывший председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана. Буквально вчера старшая дочь президента стала спикером Верхней Палаты. О чем это говорит? Я не знаю, тут можно по-разному интерпретировать, но все-таки конституционное положение о том, что в случае ухода президента с должности вторым человеком, то есть пост переходит к спикеру, парламент, как это сейчас случилось, то вот этот момент, наверное, очень-очень важный. Назарбаев также заявил о необходимости прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразование в республике. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова